Привет! Меня зовут Настя и вы на моем YouTube-канале Let's Nail Moscow. Я вижу, что мое недавнее видео о правилах и секретах техники стемпинг вам очень понравилось и это очень-очень классно. Мне приятно читать ваши комментарии и я очень радуюсь, что помогла вам научиться пользоваться пластинками и штампиком. И в сегодняшнем видео я решила продолжить тему стемпинга и рассказать, как печатать части рисунков и как сочетать несколько на одном ногте. Но самое главное, оставайтесь со мной до конца видео, потому что в конце я анонсирую розыгрыш обеих пластинок с рисунками из этого видео и прозрачного штампика. Итак, к маникюру. Начинаем со слоя базы на все ноготки. Затем наносим два слоя цвета. На указательном и среднем у меня цвет сгущенки. А мизинец будет белого цвета. Обязательно даем цвету подсохнуть перед стемпингом. Для этого маникюра я выбрала две пластины с тропическими узорами. Одну из них вы видели в видео о секретах стемпинга и она вам очень понравилась, поэтому она отправляется в розыгрыш, о котором расскажу позже. Итак, наносим выбранный цвет на пластину, убираем скребком излишки лака и переносим рисунок на штампик. С помощью скотча убираем все лишнее со штампика. Я хочу оставить только листья зелеными. И отпечатываю их на ноготь. Затем повторяю то же самое, но уже с черным лаком. Оставляю на штампике только буквы и аккуратно переношу их на ноготь. Видите? Здесь очень важно иметь именно прозрачный штампик, иначе вы не попадете ровно туда, куда вам нужно. Со средним пальцем повторяю те же шаги. Как я уже успела вам рассказать, я разыгрываю и пластины из этого видео и прозрачный штампик. Но если захотите купить прозрачный штамп, я оставляю ссылку на похожий в описании под видео. Обязательно туда загляните. На безымянный палец я решила сделать белый узор на весь ноготь. Как и всегда, выбирайте плотные лаки для стемпинга, иначе рисунок будет очень плохо видно. На мизинце я собрала узор из листьев. Помните, что всегда можно убрать лишние детали со штампика с помощью скотча. Я так и поступаю. Обязательный слой топа, иначе наши свежеотпечатанные рисунки легко сотрутся. Покрываем ногти легонько, чтобы кистью не смазать узор. Вот он, мой очередной вариант летнего маникюра. А если вы хотите больше идей классных летних маникюров, в описании под видео я оставляю ссылку на плейлист, в котором есть и фруктовый маникюр, и маникюр бананы, и пастельный космос, и много-много других моих видео. И, как и обещала, рассказываю о розыгрыше. Поскольку 31 июля у меня день рождения, я решила порадовать и вас розыгрышем. В нем я собрала прозрачный штампик со скребком, который вы видели в этом видео, и сразу две пластинки с тропическими узорами, которые вы тоже видели в этом уроке. Розыгрыш я решила провести в моем инстаграм, так что это отличная возможность меня там найти, если мы с вами там еще не дружим. И самое классное, это то, что этот розыгрыш международный, и приз отправиться к своему победителю бесплатно. Правил немного, все написано у меня в инстаграм под постом. Жду вас всех там, и буду рада увидеть новые лица у меня в друзьях. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, не забывайте ставить ему лайк, делитесь им со своими друзьями и подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Так мы с вами не потеряемся, и вы всегда будете первыми узнавать о новых видео. Как всегда, обнимаю вас всех, новое видео уже на подходе. Ваша Настя. Пока!